Добрый день, уважаемые слушатели моего YouTube канала, моих подписчиков всех приветствую и тех, кто просто зашел сюда временно. Сегодня я расскажу о том, как быстро снять стресс или какое-то тяжелое психоэмоциональное состояние с помощью движения глаз. Это называется ДПДГ, десенсибилизация и переработка движения глаз по методу Фрэнсиса Шапира. Смысл техники в том, что в принципе такую помощь вам может оказать любой человек, который находится в данный момент рядом с вами. Можно взять ручку, можно взять любой предмет, можно просто делать движения пальцами перед глазами человека. Ну вот, например, вот так, двумя пальцами. Чуть выше горизонта глаз, чуть выше, чем глаза находятся. И вводить, я покажу сейчас на конкретном примере. Сначала вводим слева направо, потом восьмерки, такие, они должны быть кругленькие. Можно восьмерку увеличивать, делать ее побольше. Вот самое главное, что была такая вертикальная черта по центру у человека между глаз, и потом вот так вот круги. Это второе. И третье – это круг. Как бы вы чертите или вам чертит круг по часовой стрелке, человек видит против часовой. Значит, как это действует? Уже давно было выявлено, что движение глаз воздействует на психику человека. То есть, вот вы когда растягиваете глаза вправо, влево, вверх, вниз и делаете это очень вот так вот, ну сильно, насколько максимально вы можете их отводить. Если вы долго их будете вот так отводить, потом сделаете глубокий вдох, на выдохе отпускаете все напряжение, и вы почувствуете, что тот стресс, который вы сейчас испытывали, или ту какую-то тяжесть душевную, она будет у вас прям на глазах уходить. То есть, грубо говоря, вы можете даже не придерживаться вот этих движений. Человек может делать хаотичные движения вот так, а вы просто следуете за кончиком его пальцев глазами до того, пока вы не устанете, пока вы почувствуете, что глаза уже устали, закрываются, и тогда вы делаете глубокий вдох и выдох. Вот такую помощь, быструю, скорую помощь можно оказывать в горячих точках, либо когда у человека что-то такое серьезное, неожиданное случилось, и он находится в шоковой ситуации. Итак, поехали, я покажу на примере. Итак, Екатерина, почувствуйте сейчас, что вы сидите удобно. Если неудобно, примите удобное положение. И вспомните сейчас о той эмоции, которая вас беспокоит, о том переживании. И почувствуйте, где это переживание в вашем теле, как оно отражается на вашем теле. Просто удерживайте этот образ и следите за кончиками пальцев. Голова остается на месте, и только глаза двигаются. Вы можете даже думать о этом переживании и следить за пальцем. И теперь глубокий вдох и выдох. Да, и сейчас просто посмотрите по сторонам, как бы отвлеките свое внимание. И теперь восьмерки. Также продолжайте думать о вашем переживании. Вдох и выдох. Сейчас-то просто почувствуйте ваше тело. И отвлеките ваше внимание на предметы в этой комнате. Вдох. И сейчас снова вспомните ваши переживания. Следите за пальцами. И глубокий вдох. И медленный выдох. Как вы сейчас себя чувствуете? Да, наверное, значительно легче. По крайней мере, тот комок в горле, ну если визуализировать образ, тот камень, который был у меня вот здесь, он как-то стал ощутимо легче. Дышать стало свободнее. Ну вот так и работает эта техника. Спасибо. 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 Спасибо.